Можете оставаться немножко пенки, я надеюсь, что это не будет проблем для зрителей. Нет, это всех лучше, чем вот этот друг, да. Ну, ничего страшного. Микрофон очень чувствительный, поэтому тебе не нужно говорить. Хорошо, ну вот так нормально? Да, вообще отлично. Я после этого очень много раз говорю громко, потому что, ну, знаешь... Тебе кажется, что будет тихо? А было нереально громко так, что, типа, ну, забивалось все часов, и все было очень плохо. Вот, в общем-то, эти не будут мучить вопросами. Я скорее, короче, сейчас стараюсь, чтобы люди мне рассказали свои мысли по полной этого, ну, вообще всего. Но, я думаю, все равно надо тебе задать по вопросам. Во-первых, история этого блога, надо рассказать как-то. Рассказывать о том, почему я сейчас сижу здесь с вами в кафе в Варшаве, и почему я до этого много раз... Ну, так как мы снимаем это все для тех, кто интересуется Родесом, то меня в рок-дэнсе знают как фотографа. Я начинал снимать почти 10 лет назад. Больше чем... Нет, меньше, нет. Меньше, чем 10 лет назад. Потому что... Да, да. Почему я попал в рок-дэнс, отдельная история. Вот ребятам я и уже за кадром рассказал, но повторить сейчас это нужно какое-то время. И две бутылки чего-нибудь вкусного, да. Ну, по большому счету, я снимал, и вот сейчас я снова начал после очень долгого перерыва фотографировать ребят, танцоров, рок-дэнсеров. Если ты спросишь меня, почему я это делаю... Да, это главный вопрос, на самом деле, почему ты как бы с нами, да, почему ты никуда не ушел, остался с нами, продолжаешь делать то, что делаешь, и чем тебя это зацепило, я не знаю. На этот вопрос есть длинный ответ и короткий ответ. Длинный ответ очень длинный, а короткий ответ, потому что вы настоящие. Потому что это то, чего очень не хватает сейчас в нашей современной жизни, которая стала пластмассовой, цифровой, коммерциализированной. Это то, что погубило многие движения и течения не только в танце, а это то, что мы наблюдаем вокруг себя. И рок-дэнс для меня, как для зрителя, потому что фотограф все-таки зритель, это как раз что-то, что не ломается, и оно не то, чтобы не меняется, оно меняется, но оно не ложится под этот коммерциализированный современный мир. Дело тут даже не в современности, а в неких тенденциях. И поэтому я с вами. Это короткий ответ. А почему конкретно я попал? О, это надо рассказывать, что я конкретно снимаю, почему я встал заниматься фотографией. Это длинный разговор. Окей, на этом мы его тоже снимем. Так, какой следующий вопрос? В Санде вчера было проще. Так, представь. Что ты скажешь? Я три вопроса, ну, три, четыре задал. Почему ты выбрал рок? Так как я не танцор, я могу сказать, почему я выбрал рок как точку приложения силы. Потому что у меня был бэкграунд, связанный с танго. Про это тоже отдельный разговор. Но с самого начала мне в танго было интересно взаимодействие между людьми. Там оно другое, но это очень энергетически наполненный танец, где оба танцора делятся друг с другом энергией. И в тот момент, когда танго для меня перестало представлять большой интерес, я на какой-то момент подумал, что, собственно, никаких других танцев, которые могут меня заинтересовать в плане идеологии, не существует. Я пытался увидеть это в латине, я пытался увидеть это в сальсе, в хастле. Но я говорю не о танце, а говорю о социальном движении, которое за танцем стоит. И это то, что меня поразило у вас, когда я к вам попал первый раз. Как я сказал, я видел, что это настоящая сильная энергия. И что ваше взаимодействие, оно принципиально отличается от того, что я видел в танго. Но оно не менее эмоционально насыщенное и не менее настоящее. И я думаю, еще у меня сейчас созрел вопрос. Может быть, то, что ты начал с нами сотрудничать и фотографировать, у вас работа, связанная с роком, может быть, это повлияло еще на твое творчество в целом, на твои фотографии, вообще на стиль, может быть, на твой, не знаю, может быть, ты что-то подчеркнул интересное в процессе? Да. Ответ «да». Причем все гораздо интереснее, чем можно было предположить. Тут надо рассказывать про разные моменты собственной жизни, немножко нестандартные. И, скажем так, у меня были мои отношения с миром, моя история, почему я стал заниматься фотографиями. Фотографии и... Я могу сказать так, для меня то, что вы делаете, вы как движение, вы как танец, является большой частью, точнее, частью большого пазла. Другой частью которого являются фотографии, связанные с лесом. Третьей частью являются фотографии, связанные с танго. И если говорить про взаимодействие, про то, как вы повлияли на меня, и про то, как моя съемка в других местах, в частности, связанная с лесом, с большой буквы, влияет на вас, это черно-белый стиль. Потому что, когда я снимаю вас на танцполе, бьющихся друг с другом, это примерно то же самое, что я делаю, когда я стою где-то рядом с Кромлихом в Британии. То есть, это стиль, который перетекает, это мысли, которые перетекают в съемку рока и с другой съемки. И наоборот, взаимодействие происходит в обратную сторону. Когда я начал снимать вас, я для себя переоткрыл ЧБ. Потому что до этого я ЧБ боялся, у меня было с ним связано куча собственных ограничений, самоограничений. И начав снимать вас, я переоткрыл для себя ЧБ. И одна из частей леса, тогда еще много лет назад, когда я стал снимать вас, она стала становиться монохромной. Причем для меня, чтобы ты понимал, это совершенно разные части проекта. Те картинки цветные, которые я снимаю в лесу, и те картинки черно-белые. Это два мира. Поэтому, может быть, я не знаю, насколько сравнение вас с какими-то там мингирами является приятным или неприятным. Но, тем не менее, для меня вы несете ту же энергию. Понимаешь? Я не знаю, что все. Может быть, лучше хотелось бы на самом деле спросить по-настоящему. Во-первых, мы тебе очень благодарны, что ты с нами, что даже несмотря на тот период, когда переехал, вообще чуть прекратилось. Это очень здорово сегодня Лешка рассказывает, потому что когда ты встречаешься с людьми, и поскольку у вас как бы основные понятия, определения, точнее, поэтиз, датуются, вы за короткое время опять... Возобновляете связи. Да, возобновляете. И второй вопрос чуть позже. В чем что? Второй вопрос чуть позже. А, окей. Первый вопрос именно отличие тех самых первых моментов, первых там из десяти лет, грубо говоря, рок-дансов в России. И сейчас, например, прошедшие, например, что поменялось, в какую сторону, что для тебя, может быть, сохранилось для тебя, вот это важно. Моё сравнение будет с вином. На самом деле, я не шучу, потому что аналогия совершенно прямая. Когда я к вам приехал, когда только мы познакомились с вами, для меня это было похоже на молодое бажоленуво, которое вот только-только с пузырьками, вот оно свежее, вот оно вот играет. Но это специфический напиток, из него еще неизвестно, что и как, то есть это про другое. А когда я приехал сейчас, не общаясь с вами, не снимая, и какое-то количество лет не следя за тем, что вы делаете, когда я посмотрел, что происходит в танце, я говорю не про тусовку, я говорю не про общение между людьми. На какой уровень вы залезли за эти самые, ну, меньше 10 лет, за 6 лет, да, когда последний раз к вам приезжал, я 7. Это правда небо и земля. Это удивительно, это потрясающе. Я это говорю не потому, что мне надо сказать какой-то комплимент. Это правда говорит о том, что все эти годы вы не сидели на месте, а развивались. И, собственно говоря, результаты на 10-летних контестах это показали, потому что это было видно, насколько сильно тот танец, который вы эти 10 лет развивали, насколько он сильно скакнул по сравнению с многими другими направлениями, скажем, которые в других местах развиваются. Да, то есть вы российскую часть рок-дэнса подняли просто до звезд. Поэтому мне очень приятно, что я могу сейчас свидетельствовать вот такое просто космическое, не знаю, поднятие уровня, поднятие планки. Это тяжелый челлендж для вас, потому что такой экспоненциальный рост дальше невозможно, и дальше придется копать гораздо глубже, но это же интересно должно быть. Конечно, конечно. У нас на самом деле тоже был момент, несатисфакция, как бы сказать, у нас был момент, что вот просто другая квартира с трехи, да, с этой пустой трехи, все выросло из таких масштабов, что люди из разных, ну реально разных уголков мира приезжают поддержать. И мне кажется, что вот у меня, потому что, ну, в связи с тем, что это были со всеми команды, клубы, то, что это вообще прям показатель того, что все идет как нужно, потому что люди, они приехали, они заморочились, сделали визы, и приехали к нам, и мы, мы надеемся, мы предоставили просто все, все возможное, то, что могли предоставить. Блин, для нас это тоже, на самом деле, очень важно. Они приехали, потому что им интересно, им интересно то, что вы делаете, то, что вы делаете, отличается от того танца, который можно увидеть в других местах. Он очень самобытный, он основан на национальных корнях, на национальных движениях, и вы это активно развиваете. И другим людям это интересно. Так что, мне кажется, что если рассматривать контесты не просто как место, где вы встречаетесь, пьете пиво, и соревнуетесь, в конце концов, а как место, простите, для обмена опыта, симпозиум, то да. Практически, теоретически, представляешь. Кстати говоря, по поводу, вот, попить пиво, я, опять же, в том же Брауншвейге, у меня автопоездка в Брауншвейге вообще была, как бы, ключевой. Ну, не то, что ключевой, но она мне очень, на многое глаза открыла. Хотя я там особо не врывался, наверное, я вообще болела. Эта температура была, типа, жесткая, я там упакал в коматозе. Ну, я вот смотрю, Костык танцует с пивком. Подвигался, мыслим баттлем, как бы, да, он пьет пивко, поставил там что-то, он может остановиться вообще, встать, попить пивка, потом раз, опять начать танцевать. И тогда ко мне пришла была мысль, что мое понимание настолько одолелось от оригинальной вот этой субкультуры, что я уже стал воспринимать это как спорт какой-то. То есть, если ты встал на линию, да, то ты вообще просто, ты должен, как это, программу свою закончить, короче. Но на самом деле все не так. Это и создает самопытность, мне кажется, субкультура, что вот, а я смотрю документалку про, называется, лузеры. И там была история Керлинга. Керлинг вообще появился в Канаде, как для, как спорт для мужичков толстых, которые пили пивко, курили, ну и типа это такое, это не спорт, как спорт, как сейчас, да, это скорее хобби, досуг, как питанк там какой-нибудь для деток, да. Не будем про питанк, для них это очень серьезно. Ну вот, я, собственно, раньше Стайлак Керлингиста был, они на соревнованиях и на чемпионате мира с себя в зубах кидали эти, как бы, камни. И что сейчас с этим стало? И я вот на такой аналогии тоже провел, что, блин, да, это все не спорт, это, ну, что-то другое. Ну, я не могу это сказать, что их плохо или хорошо, просто вот оно вот так. Ты знаешь, опять же, не будучи, все-таки я достаточно косвенно отношусь к танцам, мне кажется, что дело тут не совсем в танцах, в том, что у него такой стиль, у тебя такой стиль. Это отчасти наша ментальность, потому что то же самое касается и фотографов, то же самое касается и других творческих людей, которые из бывшего постсоветского пространства. Потому что если мы за что-то уже беремся, то, как правило, мы в это погружаемся с головой. И это сильно отличает нас от многих других, потому что мы стараемся довести дело до логической точки. А пирожок свой я не съел, я его возьму с собой. Что, я думаю, можно вызывать... Санитар. Санитар и попалицы. Санитар и попалицы.